Рыбалка на Сейшелах Коих в этих водах обитает более 900 видов. Здесь можно ловить на поперы, нахлостом, джиггингом, бейтингом. Можно ловить с лодки, с берега. Можно ловить днем, а можно и ночью. Сейшелы готовы удовлетворить вкусы как начинающих любителей, так и рыболовных гурманов. Так и наше сегодняшнее утро началось с так называемой вишенки на торте, а именно с красивейшей свечки сейлфиши. Мы вышли рано-рано утром, солнце еще было за облаками, еле-еле встало. Было так хмуро, движений на воде не было вообще никаких. Вот, мы сделали первый дрифт в кастинг ни одной поклевки. Движений не видим, но на джиггинг, опустили джиггинг в надежде, что рыба внизу. Было несколько поклевок. Первая была поклевка, это селфиша, но он сошел, мы увидели его в кадрах, это поймала Лариса. Сейчас зашли на второй дрифт, наблюдаем за океаном, смотрим любое движение, пока работаем джиггингом. Сегодня выбрали другую тактику, мы сразу встаем где-то метров на 50 и сваливаемся на 100, потому как утро хотим поймать какую-нибудь пилогическую рыбу, там, тунца, селфиша, ваху. Вот, по джити не работаем, пока работаем по глубине. Кастинг-джиггинг. Двое кидают кастингом, двое джиггают. Доброе утро, это программа «Мировая рыбалка» и мы на Сейшелк. Скип-джигг, ням-ням-ням-ням! Скип-джиг, ням-ням! Вот скип-джигг, очень вкусно! Утро начиналось достаточно хмуро, мы стояли, начинали рыбачить с 50 метров, уходили на глубину, кастинг-джиггинг. После там нескольких поклевок мы видели движение на воде, подъехали под птиц, было немного птиц, но под ними была рыба. Мы ее видели, были разные тунцы, мы сразу поймали несколько разных тунцов кастинг. Но примечательно то, что когда мы вытаскивали этих тунцов, к нам подошли два марлина. Два огромных марлина, и они встали под лодкой. Мы пытались их поймать, но они не берут, они игнорировали все наши прибанки. Это было великолепное зрелище. Они были настолько близко к лодке, возможно, полтора-два метра от лодки, и мы за ними наблюдали. Это было несколько минут. Нельзя сказать, что это было короткое время, это было где-то минут семь. То один показался, то второй показывался. Вообще капитан сказал, что это первый раз, когда марлина настолько близко подходит к лодке. У соседней лодки подошла, мы ее вызвали по рации, у нее была поклевка марлина, но он сразу сошел. Вообще на Сейшелах марлин в кастинг джиггинг ловится. Есть статистика поклевок, но поимок статистики нет, так как с Настей не приспособлен для марлина. В основном два часа, час вытаскивает все это дело, потом он уходит. В том году мы были на острове Плат, недалеко от Сейшел, у нас тоже на джиггинг клюнул небольшой марлин. Мы час с ним повозились, он потом сошел. Ну, правда, не оборвал ничего. Я знаю таких историй достаточно много. Но все равно подержать эту сильную рыбу, это стоит, это удовольствие. И ловить ее нужно, и бороться с ней нужно. Ну, а то, что эта рыба очень сильный противник, это говорит о том, что такие противники есть, прекрасно. Ну что же, продолжаем рыбалку и верим в свою удачу. Тем более мы видели таких прекрасных больших рыб. И адреналина в нашей крови сейчас настолько много, что вот будем работать, работать и работать. Недаром марлина называют королем Индийского океана. И он является, пожалуй, самым желанным трофеем для любого рыбака, приезжающего сюда. Его вес может достигать 400 килограммов, и бороться с ним очень непросто. Рыба бегает, но не берет. Поймать марлина нам, к сожалению, не удалось. Зато у нас не было отбоя от GT, то есть гигантских тревели или просто карангсов. Гигантских и не очень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Довольно частыми гостями нашего катера были разных видов тунцы. Настоящие бойцы, сражаться с которыми очень приятно. А ощущение от победы передать словами невозможно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот она, на нашей улице, праздник. Как говорит Костя, нет плохих приманок. Есть не очень хорошие рыболовы. Я не в том плане. Если хорошая приманка лежит в ящике, то она уже сразу плохая. Если на нее не ловят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сменили тактику в океане, что-то не видим активности, ушли на мель, на чисто детишное место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. Если вы видите, там, но и голубая вода, это мелководье. Рыба берет, но сегодня тяжело очень. То есть очень много рыбы подходит, игнорирует приманку. Мы это видим, потому как вода чистая, подходит к лодке, не берет. Пытаемся спровоцировать, меняем приманки. Немножко помогает. То есть кидаешь, буквально там рыба снова и повторяет снова за той приманкой, которую ты только что поменял. Снова рыба заходит, идет, практически упирается к хвост приманки, не берет. Меняешь следующую, есть какой-то результат. Вот. Ну, вот работаем вот так вот. Но все равно следим за океаном. Может быть, чуть активность, мы сдвинемся. Увидим там птиц, либо увидим прыгающую рыбу. Сдвинемся. Ну, стоим здесь. Ловятся некрупные джетти, бобоны. Лариса ловит на бакучинг на мелкой глубине, так как рыба не совсем активна сегодня. Сразу, то есть не бросается на приманку. Очень часто провожают ее до лодки и уходят. Вот. Идет постоянно смена приманок. Вот. И какой-то результат это дает. Но пока рыба не такая крупная, ну, надеемся на поимку более крупной. Будем искать, будем работать. Вам покажем. Музыка. О-о-о! А это Милк Фиш. Много Милк Фиша. Вы видите, вот Милк Фиш. Это рыба-вегетарианец. Невероятно бойцовая рыба для нахлостовиков. О, и здесь Джетти поднялся. Сменили место. Сразу попали на котел Джетти. Много атак. Смешанный котел Ред Снеппер, Джетти. Бабон. О, у меня отличный, великолепный бабон. Кстати, он редкий. Очень редкий. Я сейчас его покажу. Йелло Бабон. Великолепный, редкий бабон. Сейчас я... Ой-я-я. И хороший размер. Музыка. 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 Вот, но здесь тоже они есть. Невероятно красивая рыба. Вот расцветочка такая. Посмотрите, просто фантастика. Спасибо тебе, Бабон. И прямо рыбу... И отпускаем. Все, пусть идет домой. Играет музыка Попали на раздачу, разная рыба, джетиры, снэперы, бобоны, вот эти вот удивительные, что они здесь. Вот этой невероятной красоты бобон, он здесь редко очень встречается, но сейчас они берут. То есть вот, ну, только что, вот полчаса назад у нас было все уныло, заметили место с движением и сюда подошли, здесь просто раздача. Пока мы с вами общались, показывали вам рыбу, вот Константин у нас еще. Что он взял, сейчас я скажу. О, джопфиш, джопфиш, то есть разнообразие какое. Здесь милк, здесь дельфины, здесь джетиры, здесь джоп, здесь бобоны, здесь редснэперы, то есть вот такой котел. И пока это все дело работает, рыба берет активно, постоянно активно берет. Вот что такое морская рыбалка? Я всегда говорил, каждый день загадка, каждый день ты должен разгадывать. То есть вот было уныло, сейчас раз, экшен огромный, просто огромный экшен, то есть постоянно рыба берет. Она уже не догоняет, она просто берет. И причем на любые приманки. Вот сейчас мы там, у нас там Костя работает слайдером, я тоже поменял на слайдер. Там тоже слайдер, но до этого были попперы. Сейчас кину поппер, возьмет на поппер. Вот то есть приманка не играет роли, вот сейчас вот она очень активна. Вот, ну будем стараться. Субтитры сделал DimaTorzok Закончилось наше такое вот время раздачи, когда у нас просто постоянно там в четыре руки мы постоянно ловили рыбу разную. Ну, как всегда, рыбацкое счастье длится недолго. Мы там как бы вскипятили воду, как есть такой рыбацкий сленг. Скипятили воду, вот, ну поймали достаточно рыбы, больше 30 рыб. Вот, выход закончился. Хотя рыба там осталась, но стало капризничать. Покровки стали совсем редкие. Мы сейчас вот поэтому решили сместиться на глубину. На глубину, ну и, во-первых, как бы утро кончилось, уже, извините, 10 часов. Уже как бы пора. Ну, смотрим, конечно, за движением в океане. Вот, ну вот сейчас попытаем счастье на глубине. Будем искать там тунца, группера. Вот, зашли на свал и смели с 50 метров, идем там метров на 100, на 120. Будем работать джиггингом. Но, тем не менее, все равно, если что-то увидим, мы сразу поменяем позицию. Вот, ну и как бы здесь. Мы снова возьмем точку, пройдем этот дрифт. Если движения нету, мы снова, мы не будем уходить на ту же точку. Мы уйдем на точку там, условно, в 100 метрах. Снова сделаем следующий дрифт. И таким образом будем искать рыбу. О, первый результат у нас на джигг, неплохая рыба. Володя тянет, умница. О, убежала. Убежала. Ну, рыба здесь есть, это точно. И мы ее будем ловить. Не каждую рыбу, возможно, взять, потому что здесь много рыб с острыми зубами. И вот в данном случае у Володи срезала пинкер. Вот, потерял приманку. Но надо быть к этому готовы, потому что это океан. Это надо понимать, здесь есть разные рыбы. Но есть рыба вообще, когда вы не замечаете, что у вас приманку срезали. То есть вот вы кинули джиг, смотрите, у вас леска не опускается. А приманки-то уже нет. Ее нет. Здесь есть рыба ваха, она режет эту приманку, просто в шикхне. И барракуда, также акулы, всевозможные там зубастые там рыбы. То есть надо быть к этому готовы, надо иметь это все дело в запасе. Не жалеть этого. Работать, работать и работать. Нам не жалко для нее ни одной приманки. Лишь бы кривала. О, вот он, вот он. Зашел. Нет. Еще раз бьет. Есть поклевки. Мы находимся, под нами много бонита. В стае бонит всегда есть дог. Есть поклевки. Будем пробовать сейчас поймать дога. Берет в пол воды. Здесь глубина сейчас 80 метров. Где-то от 40 начинает брать. До конца не опускаем. И сразу работаем быстро. О, Володя взял. О, вот я что говорил. Это атака, тунец, но не крупный. Ну, есть он здесь. Сразу вдвоем мы с Володей тащим. У тебя сидит, Володь? То есть дабу. Нашли мы его. Я думаю, это... Ну, что-то, мне кажется, это крупный бонита какой-то. У нас был дабл. Володя поднял, у него бонита. Я думаю, что у меня тоже тунец. Сейчас посмотрим, какой и Лариса сейчас взяла. То есть мы воткнулись в стаю тунеца. Нет, у меня не тунец. У меня... О, это империал фиш. Это империал фиш. О. Империал фиш. Это, не знаю, наверное, семейство окуневых. Вот. Не могу сказать точно. Очень красивая рыба. Мы ее еще и ловим на флетах. Она тоже на флетах бывает вот такого размера. На нахлоста ее интересно ловить. Но она вот и попадается здесь и на джиггинг, и в кастинг попадается на миле, обитает, и даже на глубине. Красивая очень рыба. Аккуратно. Все. Я хотел рассказать, ну, немного буквально о островах здешних и почему мне нравятся вообще Сейшелы, почему я влюблен вообще в это место, почему именно здесь. Могу сразу ответить, что, ну, не только Сейшелы, езжу по всему миру. Вот. Ну, сейчас скажу вам про Сейшелы. Здесь разные острова, разная рыба. Разные острова по-своему красивые. Даже недалеко от моей, это столица Сейшел, можно найти очень красивые, там, скальные, песчаные, разнообразные острова, где есть рыбалка. Вообще на Сейшелах есть любая рыбалка, и состав рыбы очень разнообразен. Много всякой рыбы. Я сюда приезжаю ловить флайфишингом, ну, нахлостом. Очень люблю это дело. Приезжаю ловить спиннингом, джиггингом. Раньше я как-то был более склонен ловить здесь нахлостом. Вот. И мне это нравилось. Вот. Но потом все-таки решил для себя, что все-таки это океан, и здесь нельзя забывать о спиннинге. Ну, ни в коем случае. Понимаете, даже есть некоторые люди, которые сюда приезжают ловить троллингом. Я их тоже понимаю. Вот. Хотя это вот, считаю, что это менее спортивная рыбалка. Но, тем не менее, это рыбалка. И спорить об этом даже нельзя. Троллинг – это тоже рыбалка. Ну, вот, во всяком случае, я не использую троллинг. Люблю кастинг, люблю джиггинг, люблю флайфишинг. Ну, в смысле нахлост. Посещаю разные острова. То есть, северная часть Сейшел – это остров Бёрд, остров Денис. Приезжаю на остров Альфонс. Очень люблю Сент-Жозеф. Очень люблю Дорос, Рими Айланд. Соответственно, самый там прекрасный архипелаг – Африкан Банк. Люблю Провиденс. Огромное разнообразие рыбы. Хотя состав рыбы, он, в принципе, один и тот же, он все равно чем-то отличается. Здесь вот сейчас мы видели, когда ловили, хотя в это время редко это видишь, милкфиши, причем большие стаи. То есть, он все равно как-то чуть-чуть меняется. Хотя тот состав, который здесь есть, он и так огромный. Он огромный и доставляет огромное удовольствие. Хочешь половить группера – идешь ловить группера. Ну, самое главное, ты не знаешь, какого ты поймаешь. Он тебе может клюнуть там, картофельный группер. Или там, бобон может клюнуть, или там, рэдснеппер там, или так далее. Вот. Часто ты видишь котел тунцов. И вот как сейчас, вот, допустим, буквально там пять минут назад мы подъезжали к котлу тунцов, и у нас было там у одного бонита, у другого скипджек, у третьего был елофин. То есть, бывают котлы смешанные, бывают котлы, где только один вид тунцов. Бывают котлы вообще там все вместе. И селфиши, и акулы, и тунцы, и дельфины. То есть, каждый раз все по-разному. А самое главное – рыбалка. Рыбалка в океане – это постоянный ребус. Надо постоянно думать. Постоянно думать о перемещении. Потому что океан – вот это вода. Можно кидать здесь, хоть укидайся. Но если вы не думаете и не смотрите на воду, то вы можете здесь так и остаться. Вот сейчас у нас снова экшн кончился. Мы сместились и наблюдаем. Как только что-то мы увидим на воде, мы сразу подъедем, начнем работать. На Сейшелах бываю 5-7 раз в году с разными людьми. Очень мне нравятся эти острова. Я уже говорил, что там 10 лет назад, когда я мечтал побывать на острове Провиденс, я просто мечтал об этом. То есть, я уже тогда, не помню, где-то, наверное, 2003 год, я первый раз был на Космоледа, потом мы пошли там на Альфонс, потом мы пошли на Артен Джозеф, и все мы хотели Провиденс. Провиденс, Провиденс для нас был какой-то сказкой для нас. То есть, мы хотели, ой, мы мечтали об этом острове, я о нем читал. На тот момент я даже прочитал 10 лет назад, что на этом острове за 100 лет еще не побывало тысячи человек. И представляете, насколько это интересно? Где, на каком острове Земли у нас не побывало тысячи человек? Возможно, конечно, есть, но это настолько ограничено. То есть, нет сильного пресса, соответственно, есть рыбалка. Разнообразие рыбы, но, тем не менее, надо ориентироваться. Разнообразные острова, скальные, голые, голые после циклонов. Но, тем не менее, это природа, это Сейшела, они все разные. И на всех хочется побывать. Я вот всем рекомендую, если вот вы рыбак, почему бы нет? Почему бы это не попробовать? Интересная рыбалка, отлично. Природа, посмотреть, все это дело совместить. Мы заканчиваем сегодняшнюю утреннюю рыбалку. Вот, мы прощаемся с вами. До новых встреч. Это была передача «Мировая рыбалка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин